Сегодня эксперты Межгосударственного авиационного комитета прокомментировали доклад, обнародованный в Польше на прошлой неделе. Речь идет о причинах авиакатастрофы под Смоленском, в которой 10 апреля 2010 года погиб президент Польши, Лех Качинский и все члены делегации. Председатель технической комиссии МАК Алексей Морозов отметил противоречие в польском докладе, на которое эксперты посчитали нужным еще раз обратить внимание. Репортаж Максим Боброва. Польский доклад ничем особенным не удивил, скорее разочаровал. Попытками переложить, пусть и частично, вину за катастрофу с больной главой на здоровую, говорят в Международном авиационном комитете. МАК отметил ряд явных нестыковок в документе, опубликованном в Варшаве на прошлой неделе. Во-первых, напомнили эксперты, аэродром в Смоленске был действующим, а не временно открытым, как пишут авторы польской версии. Ссылки на неисправность светосигнальной и радиоэлектронной систем явно несостоятельны. По имеющимся в аппаратных журналах записям, все радиотехнические и светосигнальные средства аэродрома перед началом полетов 10 апреля были исправны и работоспособны. Никаких замечаний от экипажей российских и польских воздушных судов, которые пребывали на аэродром 7 апреля, 10 апреля и в ночь на 11 апреля не было. Еще один польский тезис экипажем якобы командовали российские диспетчеры, тоже из разряда ложных, отметили эксперты МАК. Как неправда и то, что кто-то давил на самих диспетчеров. Это ясно из полной расшифровки переговоров наземных служб. Польская сторона предпочитает называть злополучный борт военным, видимо потому, что команда на посадку таких самолетов в компетенции диспетчера. Между тем, по всем общепринятым правилам, тот рейс имел статус международного, что подтверждают все те же переговоры диспетчеров с пилотами, где ясно прозвучало слово «международный». Земля не раз предупреждала экипаж о плохой видимости, советуя уйти на запасной аэродром. Но диспетчеры могли только информировать, а не приказывать, как утверждается в польском докладе. Установлено, что экипаж самовольно продолжил снижение ниже установленной высоты ухода на второй круг 100 метров. Все это подробно представлено в нашем окончательном отчете. Вывод польской стороны о том, что информация руководителя зоны посадки укрепляла экипаж во мнении о корректном выполнении захода на посадку, безоснователем, и опровергается фактическими действиями экипажа. Почему польский экипаж все же решил приземляться, несмотря на то, что вслед за предостережениями диспетчеров в кабине пилотов сработала еще и система предупреждения. Земля совсем рядом, немедленно уходить на второй круг. Потому что летчикам, и об этом говорят расшифровки самописцев, ясно дал понять главком ВВС Польши. Заказчик, то есть сам президент Лех Качинский, будет очень недоволен, если с прибытием случится задержка. Я могу, конечно, повторить даже те ссылки, которые приведены в польском отчете, что главком являлся непосредственным начальником 36-го спецполка, что главком непосредственно отвечал за подготовку пилотов Ту-154, что главком непосредственно доложил президенту о начале полета. Более того, как было установлено, он фактически, еще раз говорю, при полном отсутствии какого-либо распределения обязанностей и взаимодействия в экипаже, он, по сути, подавая информацию о высоте, по сути, он принимал участие в контролирующем пилотировании. Получается, что если кто-то и давил на пилотов, то это были сами высокопоставленные пассажиры, но никак не диспетчеры. Напомним, с самого начала расследования МАК было беспрецедентно открытым. Варшава получала всю информацию. Более того, 30 польских специалистов работали в комиссии. Почти все технические замечания поляков вошли в итоговый доклад комитета. Эксперты из третьих стран, нейтральных в данной ситуации, пришли к схожим выводам. Это было самое обычное крушение, ошибка пилотов, случавшейся в истории авиации много раз. Для польского народа это стало трагедией человеческой и политической. Настолько тяжелой, что, узнав правду, поляки не смогли ее принять. Правда была невыносимой. Отсюда желание найти на кого переложить, если не всю вину, то хотя бы ее часть. Желание, понятное психологически и, возможно, мотивированное политически, частью польской элиты. Но с точки зрения экспертов, доклад Международного авиационного комитета остается наиболее объективным и неполитизированным. Я считаю, что МАК отлично справился с расследованием их доклад на самом высоком уровне. Их расследование было очень тщательным. Иногда политика вмешивается в такие дела, но в данном случае ничего подобного не наблюдалось. Чего не скажешь о польской версии расследования. Специалистам ясно, за некоторыми туманными гипотезами попытка скрыть ошибки пилотов в Смоленском тумане. Польская сторона подтвердила в своем документе, что в самом деле экипаж был недолжным образом подготовлен. Все остальное, что они там начинают предъявлять претензии опять аэропорту, диспетчерам, это ни малейшего отношения к авиакатастрофе не имеет. Если на высоте принятия решения, в каждом аэропорту он разный, а в Смоленске это было 100 метров, ты не установил надежного визуального контакта с взлетно-посадочной полосой или огнями взлетно-посадочной полосы, ты обязан, и дальше идет без вариантов, дать взлетный режим двигателям, убрать шасси и уйти на запасный аэродром. Штурман трижды повторяет 100 метров, 100 метров, 100 метров, понимаете, да? А вертикально 8 метров в секунду. И экипаж не обращает на это внимания. В этой ситуации странным выглядит вывод польской комиссии о том, что пилоты действовали верно и якобы просто не смогли реализовать правильный план. Нас самих, мы обменивались мнениями, естественно, для нас это очень удивительно. Мы, как технической комиссии, все привлеченные эксперты, мы считаем, мы уверены, что экипаж принимал неправильные и неадекватные ситуации решения. Именно поэтому он и не смог их реализовать. Проблемы с подбором экипажа для польского лайнера номер один не отрицают и в Варшаве. 36-й полк польских ВВС оказался не таким уж элитным, в смысле кадрового состава. Сама польская комиссия отметила, что оба летчика и штурман имели низкую квалификацию для столь ответственных полетов. По-русски говорил только командир, вынужденный разрываться и на общение с диспетчерами, и на принятие решений, требовавших секундной реакции. На борту отсутствовал и офицер навигации. Для меня было удивительным тем, что когда собрали экипаж, вот этот, да, как у нас выражается, сборную солянку, со всех мест собрали, и ответственный полет, и такой набор экипажей, и такая подготовка была проведена. У того же второго пилота налет очень маленький, да, у того же штурмана вообще налет 40 часов. Непредвзятые эксперты и не только российские констатируют очевидное. Пилоты того рокового рейса, выполняя желание главного пассажира, пренебрегли международными правилами и служебными обязанностями, что в конечном итоге закончилась трагедией. Трагедией, которую так близко приняли к сердцу не только в Польше, но и в России. Максим Бобров, Алексей Сонин, Денис Говорухин, Первый канал.